Приветствую, вы на канале Moonlight, а я продолжаю валять тапки. Мой канал подпрощен валянию, в основном я валяю тапки. Я разложила шерсть и засунула это все в кипяток. Вот у меня водичка остыла, что же дальше? А дальше я отжимаю, просто вот так вот беру и руками отжимаю. И вторую тоже, так же. Вот это я вынула и только что отжала. Дальше я делаю вот так вот. То есть мне не нужны никакие скалки, ничего, я привыкла так, руками. И шерсть у меня уже... А я не хочу сказать, что она даже подвалялась. Вот тут у меня даже торчит, если это видно. Но я не беспокоюсь, потому что я уверена в своей раскладке. И вот все. Больше я ничего не делаю, только так. Мне нужно минут 15, чтобы увалять. Здесь не так много шерсти. Грамм 75. И все в таком же духе. Что касается носка, то я его заталкиваю внутрь вот таким вот образом. И тоже валяю без особых усилий. И так же с другой стороны. Хочу показать, насколько у меня увалялась. Вот. Чтобы было видно. Вот так вот увалялась. Опять у меня 39-й этот целополучный. Сваляла я прям вот притык размер. Размер. Но на сей раз наверняка будут шлепки. Короче. Нужно сделать такой вывод. Если нужно, чтобы пятка была высокая, значит нужно от края пятки сантиметров 5. Даже вот, наверное, 6 резать. Если шлепки, тогда достаточно, ну, 2 сантиметров, я думаю. Вот такие пироги. Ну, на сей раз я хочу, наверное, шлепки. И у меня вот этот рисунок получился мраморный. Что самое интересное, здесь не сильно выражен этот рисунок. Это все зависит от степени валяния, интенсивности валяния. Здесь я интенсивно валяла, и произошла диффузия. Черная шерсть резко вылезла наружу. Ну, неважно. Если достался лимон, сделайте лимонад. Короче говоря, я выбрала это слишком у меня темная сторона, это посветлее. Я выбираю шлепки. Поэтому я делаю отверстие на расстоянии, ну, пусть будет 2 сантиметра. 2 сантиметра. Опять, наверное, очень будет... Ну, да, очень плотно. Поэтому с трудом, с трудом это все прорезается. Прорежу. Прорубила я отверстие. Поскольку пойлок у меня плотный, я складываю пополам приблизительно, и мне нужно отверстие. Но научное, горьким опытом, я не буду делать до половины. Я не дорежу до половины, ну, может быть, сантиметра 2. И буду язычок сделать очень-очень узким, чтобы у меня бортики были высокие. Вот так вот. И вот так вот. Вот мой язычок узенький. Язычок узенький. Не доезжая половины, не доходя половины. И вот так вот. Ну, и сейчас вот таким вот волевым движением я это отверстие, можно сказать, даже раздираю. Другие слов даже не подберешь. Все. Я буду этим заниматься до тех пор, пока у меня колодка не лезет. Явно сюда она у меня не влезет еще. Ну, конечно, влезет, но я поширше хочу сделать. Все-таки я хочу, чтобы у меня были на этот раз шлепки. Значит, когда я буду делать вот так вот, я еще буду подваливать края. Потому что у меня вот эти края должны уваляться от мхры тут такие висят. Подровняю этот каковый язычок. Не знаю, что у меня тут получится с этим язычком. Ну, подровняю язычок. Может быть, он мне и не понадобится в дальнейшем. Не знаю. Может быть, я его отрежу совсем. Это я посмотрю потом. Ну, вот, получили шлепочки. Все село так, как надо. Тут сантиметра два, может быть, полтора. Короче, шлепки с шлепками. Отправляю на сушку. Теперь я занимаюсь подошвой. Наношу клей. Ого! Круто. Ну, ладно. Я размажу вот так. Тонким слоем. Тонким слоем. И тут же прижиму. Все. Понесла на пресс. Пока у меня приклеивается подошва, я делаю шаблон для новых тапок. Уже 3D шаблон с пяточкой. Взяла полокругом, отрезала предыдущий шаблон и приклеиваю его на другой. Рубочным скотчем. Вот, вот так получилось. Носок, пятка и пятка. Может быть, вот думаю... Здесь еще заклеить с другой стороны. О-о-о-о-о. Потерпите маленечко этот звук. Короче, с двух сторон приклеила. То же самое поступлю. То же самое сделаю и с другим шаблоном. Вот, видно, что он у меня косоват-кривоват, пяточка косовата-кривовата, поэтому я ее сейчас подровняю. Если честно, тут не сильно видно, что она косая-кривая. Тут вроде все ровно, значит у меня выходит в основной шабовом косой-кривой. Ну ладно, эти сантиметры, они вообще ни на что не влияют. Конечно, если вы аккуратисты, то нужно делать все аккуратно. А так это все абсолютно, это у меня, видать, перекосило сам шаблон, потому что я его в кипятке держала и все такое. Ну, не важно, какая разница. Вот у меня такой будет шаблончик, буду я валять из 100 грамм на 37 размер. беру покупную гребенную ленту, 100 грамм, делю пополам, не на 4 части, да, а пополам, потому что раскладываю я, как обычно, два слоя переворот, два слоя переворота, а тут у меня еще и с пяточкой будет, короче, первый слой такой же, как обычно, все как обычно, тонкими прядками. два слоя, слой раз и слой два пошел. Накрыла, прижала, но я не буду переворачивать все. Вообще-то вот так вот я поступлю, не буду открывать, сразу найду себе пятку эту, нашла пятку и заворачиваю. вот это у меня пятка, сейчас я подверну кончики и буду раскладывать эту пятку, а уж потом я буду переворачивать. раскладываю пятку таким же макаром, два слоя, перпендикулярных друг другу, это у меня первый слой, теперь перпендикуляр пошел. намочу, накрою другой пупыркой и переверну. намочу, накрываю пленкой, прижимаю. и переворачиваю. бить сверху, убираю пленку. минуточку, секундочку. убираю пленку. вот это моя вторая сторона. заворачиваю кончики. кончики заворачиваю. никаких проблем с этим стыком не может быть, потому что тут все ровненько легло, все ровненько завернулось. то, что надо, пойдет на пятку. там, где сухо, я подливаю воды, чтобы у меня плотненько все село. пяточку у меня по ширине во весь шаблон, поэтому при завороте все ровненько завернулось. никаких углов лишних. сейчас я накладываю опять два слоя перпендикулярных и переворот. и все по такому же алгоритму до тех пор, пока у меня не кончится шерсть. вот у меня уже случился переворот. это у меня пятка моя. и я уже заворачиваю на него кончики. на нее. вверх я не трогаю, только низ. вот мой уголок прямой. тут у меня все аккуратненько. вверх я не трогаю. а здесь у меня будет заворот на ту сторону. все. накрываю, переворачиваю. вот я накрыла пятку. теперь я осторожненько переворачиваю двумя руками. вот моя первая сторона. убираю. аккуратненько. аккуратненько. аккуратненько убираю. придерживаю кончики, потому что они у меня очень хорошо намылились, промокли. так как я все убираю. так как я все убираю. и вот моя самая начальная сторона. загибаю кончики. аккуратненько. 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 еще один слой, вернее два слоя перпендикулярно друг к другу, то же самое на другое проделаю. У меня есть шовок натуральный и я им сейчас укреплю носочек, отрежу. Вот я разделила квадратик на треугольничке и сейчас я просто накладываю на носочек и подворачиваю, подворачиваю, и наложу сверху немного шерсти, самую малость. Мне кажется, есть этот шок, можно было в любой момент раскладки положить, то же самое я сделаю с другой. Раскладка завершена и я еще не отжимала воду, но уже начинаю притирку. Надеваю перчатку, добавляю на ладонь немного мыла жидкого и начинаю притирку от периферии к центру, легкими движениями. и все остальное по алгоритму, притираю, сливаю воду и завариваю кипятком до остывания. Вот такая штучка у меня свалялась, когда я это сваляла, я поняла, что я круто ошиблась, но не все так плохо. Сейчас я проделаю такой маневр. я отрежу язычок. Это у меня пятка, это у меня носок, это у меня язычок. И вот этот язычок практически, практически под прямым углом, то есть на вершину, я иду на вершину и под углом, не знаю, под каким углом, короче говоря, я режу. Вот так. Это у меня уйдет сюда, а это у меня уйдет внутрь, на пятку. Я это сейчас растяну. Ни в какую она не хочет тянуться, поэтому я ее просто вот так вот надрежу. И будет у меня двойная пятка. Вот так вот ошибка моя, видать я совсем запарилась. не бывает. Сейчас на у меня уйдет, так сказать, такой подпяточник. Вот нечто такое. Все надо вытянуть. Прикольно я ошиблась. Можно, конечно, просто обрезать, но жалко же. Такое количество шерсти. Да, и на старуху бывает проруха. Или как-то. Ну, не важно. Короче говоря, высокая пятка с такой ерундой получается очень не очень, поэтому я решила сделать, то есть я ее взяла и внутрь сосунула. То есть у меня как бы двойная подошва получилась, что ли. Конечно, наверное, не очень комфортно будет, хотя со временем притрется. Ну, не важно. Не пропадать же добру. Что-то я вообще так делать, наверное, не надо. Я так сделала. Это еще не давали, да. Я просто думаю, как же у меня будет, как же будет. А вот так у меня будет. Короче, вот такие тапки. Я хотела тапки сделать с высокой пяткой. И что-то я совсем. Но зато в процессе этого валяния я еще кое-что, один новый способ для себя изобрела. Не этот, другой. Сейчас я подрежу, чтобы у меня тут, чтобы у меня тут внутрь все было аккуратненько. Вот эту вот уберу и покажу потом, что у меня получилось. Лишняя запчасть и внутрь. Все. А теперь формируем тапку. Саму тапку непосредственно. Понятно, что это все надо довалять. Вот. Получилось то, что я не хотела, но оно получилось вот так. Осталось высушить, довалять вторую и пришить подошву. Приклеить, пришить. И еще декор. В качестве декора будет вот такой камень. Нужно показать еще вот эту сиреневую с мраморным узором. Вторая приклеивается подошвом. Эта уже прошита. Вот так вот миленько получилось. Кимофейс. У нас есть. У нас есть. У нас есть. Продолжение следует...